Книжная полка В Москве прошлого и настоящего. Ведь сегодня наш выпуск посвящен знаковым для литературы местам столицы. Мы расскажем о Москве и москвичах, пройдемся по замоскворечью, посетим поэтическую дуэль, побываем в немецкой Слободе. Расскажем обо всем этом в блогах. Итак, начнем листать. Если говорить о писателях-путешественниках, то о ком же, как не о Геллировском? Потомок запорожских казаков Геллировский больше всего любил волю. Ему было 17, когда он ушел из дома на поиски приключений. О дяде Геляе, как его звали современники, существует мало биографий. Михаил Чехов, брат Антона, упомянул его пару раз в своих произведениях. Домашний человек Геллировского выпустил мемуары. Журналисты амфитеатров Ия Дорошевич написали несколько строк, а между тем Геллировский был королем репортажа. Конечно, лучше, чем он сам, мы о нем не расскажем, но полистаем его главное произведение о нашей столице – Москва и москвичи. А сделаем мы это во время путешествия по Москве времен Геллировского. В 17 лет будущий дядя Геляе отправился на поиски приключений, и приключения его нашли. Он был бурлаком, ключником, босиком, солдатом, циркачем. Только к 30 годам обосновался в Москве. Работал в московском лифтке, русском слове, русских ведомостях. Первым пребывал на место событий. Геллировский очень гордился тем, что он москвич, себя считал таковым, говорил, я москвич, писал так. Хотя мы знаем, что, конечно же, в полном смысле слова, москвичом он не являлся. Приехал он отсюда издалека, родился он в Балакутской области, в лесном хуторе. Но в Москве оказался уже, будучи достаточно взрослым человеком. Тем не менее, Москву очень полюбил. И прекрасно знал Москву, изучал ее историю, быту, традиции. Это было связано, конечно же, с его профессией. Он был репортером московским. И все события московской жизни его горячо интересовали. Геллировский – единственный репортер, который описал трагедию на Хадынском поле в день коронации Николая II. Он забирался в такие уголки Москвы, куда другие боялись пойти. И узнавал информацию действительно из первых уст. Это сейчас всю информацию можно найти в интернете. А раньше, чтобы раздобыть какую-нибудь интересную новость, Геллировскому приходилось давать 2 гривен и мальчишки на станции, чтобы тот, если что случится, срочно ему телеграфировал. Изучив каждый уголок Москвы, он к концу жизни написал книгу «Москва и москвичи». Это и своеобразный путеводитель по городу, и мемуары, и портрет общества начала XX века. Чтобы пролистать все 400 страниц книги, нашего выпуска не хватит. А потому отправимся хотя бы на одно место, которое описывает король репортажа. Наш путь – Хитровка. Большая площадь в центре столицы близ реки Яузы, окруженная облупленными каменными домами, лежит в низине, в которую спускаются, как ручьи в болото, несколько переулков. Хитровская площадь была создана и подарена городу в 1824 году генералом-майором Николаем Хитрово. Он благоустроил эту часть Москвы после пожара 1812 года. Его дом сохранился по адресу под колокольный переулок, дом 16, строение 5. Теперь здесь медицинский колледж. Пройти к Хитровской площади можно по Певческому переулку. Когда-то остроумные москвичи назвали его Свининским по фамилии статского советника Свинина, который проживал здесь в XIX веке. А дом, в котором он жил, назывался попросту Свиной дом. Дом, к сожалению, не сохранился, а вот имя Свинина запечатлелось в русской литературе. О нем писал Геллеровский и даже Пушкин. «Вот Свинин, российский жук», – писал Александр Сергеевич. Свиной дом не уцелел, а на дом утюг, названный так за свою форму, все еще можно посмотреть. Нынешний вид дом приобрел в 1925 году. Он был перестроен жилищным товариществом уже при советской власти. Раньше здесь были ночлежки, куда часто приходил наш герой, когда искал интересный материал для сюжета. Двух- и трехэтажные дома вокруг площади все полны такими ночлежками, в которых ночевало и ютилось до 10 тысяч человек. Эти дома приносили огромный барыж домовладельцам. Каждый ночлежник платил пятак за ночь, а номера ходили по двугривенному. Сейчас с размещением постояльцев дело обстоит лучше. В Певческом переулке уютно обосновался отель, за ночь в котором заплатить придется больше пятака. Правда, и условия располагают к этому. С точки зрения географии все москвичи знают, что такое хитровка. И для них гостиница с названием, совпадающим с местом, она четко очень позиционируется на карте. То есть не нужно спрашивать, где это находится. Хитровка – это хитровка. Это сразу понятно, что это Китай-город, что это старая Москва, что это центр. Что это гостиница. Из окон отеля открывается красивый вид на Москву. Есть и вид на хитровскую площадь, которой, правда, сейчас почти нет. Это обнесенное забором место и есть та площадь, где некогда кипела жизнь. О которой писал Владимир Алексеевич. Но у хитровки по-прежнему есть ценители. Здесь в этот день путешествовала не только наша съемочная группа, но и загадочный молодой человек. Судя по его костюму, он пришел сюда будто бы из другой эпохи. Дядь Гиляя я люблю за то, что он до нас донес большое количество интересных историй и легенд. Прежде всего, потому что читать его как художественную литературу очень сложно. Но для меня очень важен восприятие города, некий символический контекст. То есть не просто памятники истории архитектуры, а те истории, те легенды, которые за ними стоят. Особенно ярко король репортажа описывает трактир Каторга, Сибирь и Пересыльные. Нетрудно догадаться, почему они так назывались. На хитровке проживали или ночевали беглые каторжники, воры-карманники и просто бездомные. Некоторые дома сохранились и сейчас. В доме 11 по подколокольному переулку, где раньше находился трактир Каторга, теперь находится салон красоты. Трактир Каторга находился в доме Ярошенко. Дом называется по фамилии владельца. Он принадлежал Елизавете Ярошенко, дочери статского советника при дворе Николая I. В этот трактир Каторга и дома, которые находились рядом по соседству, Гелировский водил своих друзей, знакомых. Водил он Грибу Спенского сюда, на которого, конечно же, вот этот мир хитровки произвел совершенно ужасающее впечатление. Сюда же дядя Геляй водил артистов Московского художественного театра, когда они готовились ставить пьесу Горького на дне. Хитровка была одним из самых любимых мест Гелировского. Возможно, поэтому там ему давно уже хотят поставить памятник. А пока он стоит во дворике Музея Москвы и является своеобразным талисманом этого музея. Здесь даже недавно повесили табличку Владимир Гелировский. А все потому, что посетители часто путают его то с Тарасом Бульбой, а то и с Шевченко. Да и это неудивительно, ведь скульптор Андреев лепил с него барельеф Тараса Бульбы на памятнике Гоголю. Репин писал одного из запорожцев, а Виктор Воснецов – баяна. Но жил Владимир Алексеевич не на Хитровской площади. Истинный путешественник, искатель приключений. Сначала он жил в гостинице «Англия» на Тверской, переехал в Брюсовский переулок, затем в гостиницу «Русь» на Мясницкой, жил на Второй Мещанской, которая теперь носит его имя. Последний адрес Гелировского – Столешников переулок. Название ему дано по Столешникам. Так в старину назывались скатерти, которые делали ткачи для царского двора. Так уж получилось, что сейчас здесь проходит реконструкция дома, в котором жил Гелировский. Ну вот Владимир Алексеевич снова оказался в центре жизни города. А лучше о Столешниковом переулке. Чему он сказать нельзя? Да, Столешников переулок. В нем, как в капле воды солнышко, отражается вся жизнь города. Как-то Купринь назвал Гелировского пупом Москвы, сказав, что скорее представит этот город без царя Пушки, чем без него. Гелировского уже давно нет. Город, о котором он писал, изменился для неузнаваемости. Но по нему все еще хочется путешествовать и открывать новые интересные волки. И все еще актуально сказать, Москва уже на пути к тому, чтобы сделаться первым городом мира. Это на наших глазах. За Москворечье один из самых старых районов столицы. Первые постройки относятся еще ко времени основания Москвы. Как историческая местность, За Москворечье стала формироваться в начале 1200-х годов. В это время вдоль тракта, ведущего в Золотую Орду, люди начали строить свои дома. Причем и русские, и те, кто приезжал из Орды. А местность стали называть Заречьем. Долгое время Замоскворечье было московским предместем. Первое документальное упоминание о Заречье относится к 1365 году. В этой местности со времен правления сына Дмитрия Донского, князя Василия Дмитриевича, располагались княжеские, а позднее и царские сады. Постепенно главные торговые пути в Замоскворечье перемещались, но старые дороги не застраивались, а превращались во внутрислободские и межслободские транспортные артерии. Именно это множество главных дорог Заречье привело к тому, что на равнином рельефе местности образовалась сложная система улиц и переулков. И вот в этих улицах и переулках стали селиться писатели и поэты. Местность стала обрастать литературными историями, а дома населятся героями произведений разных писателей. Расскажем о некоторых писателях и поэтах Замоскворечье. Беспрестанно и безумно кушевелящейся и ракочущей за дверьми и окнами город есть необозримо огромное вступление к жизни каждого из нас. Наше литературное путешествие пройдет по маршруту на правом берегу Москвы-реки, по району Замоскворечье. Первые документальные упоминания об этой местности относятся к XIV веку. Здесь располагались слободы стрельцов, овчинников, кузнецов, толмачей, что нашло свое отражение в названиях улиц. Но наиболее красочно жизнь Замоскворечье запечатлелась в литературе позже, в XIX и XX веках, благодаря писателям и поэтам, которые стали жителями этого старого района Москвы. Центральная и древнейшая улица исторического Замоскворечье – Большая Ордынка. Ближайшая станция метро – Третьяковская. Почти в двух шагах от метро вывеска «Большая Ордынка-17» музей Анны Ахматовой. Но здесь небольшая ошибка – музея Ахматовой в Москве нет. По этому адресу старый жилой дом из нескольких корпусов, и он действительно связан с поэтессой. А в правом корпусе этого дома долгие годы жила и работала Анна Ахматова. Здесь к ней в гости приходили Лев Гумилев, Марк Шагал, Фаина Раневская. А в 1941 году здесь состоялась ее первая и единственная встреча с Мариной Цветаевой. Сейчас здесь только памятник Ахматовой, сделанный по рисунку ее итальянского современника Амадео Модильяне. А еще раньше на этом месте находилась усадьба зажиточного копса Куманина. Кстати, предполагают, что в центральной части этого дома у своей тетки бывал юный Федор Михайлович Достоевский. Именно сюда, в Москве, он поселил потом своего героя Парфена Рогожина из романа «Идиот». Но это уже история. Плывет в тоске необъяснимый пчелиный хор Самнамбул, пьянец. В ночной столице фотоснимок печально сделал иностранец. И выезжает на Ордынку такси с больными седоками. И мертвецы стоят в обнимку с особняками. Так писал Иосиф Бродский в рождественском романсе «Все об этих местах». Вообще, с Серебряным веком связано здесь много. Кстати, Анна Ахматова любила ходить в храм иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. Он находится почти напротив ее дома. И он ни разу не закрывался за все советское время. Все в Москве пропитано стихами, рифмами проколото насквозь. Такими стихами честовала Ахматова Первопрестольную. От Скорбящинского храма переулком пройдем до известной на весь мир Третьяковской галереи. Но нам не туда. Лаврушинский переулок, 17. Прямо напротив Третьяковки дом писателей. Здесь жили Пастернак, Паустовский, Пришин, Всеволод Иванов, Агний Барто, Ильфа Петров и много-много других писателей. С начала Великой Отечественной войны многие из них уехали в эвакуацию в Чистополь. Но некоторые остались. Сохранились воспоминания Бориса Пастернака, как он в годы Московской битвы вместе с жильцами этого дома тушил зажигательные снаряды. Дом был построен осенью 1937 года и впоследствии достраивался. Точно известно местоположение квартиры Бориса Пастернака. Это квартира номер 72 под самой крышей. Кстати, старина тут прямо под окнами. В дворе писательского дома находятся большие каменные палаты 17 века. Они принадлежали думному дяку Титову при царе Алексея Михайловича. Возможно, впечатления Пастернака отразились в описании последнего московского жилья Юрия Живаго. Я живу на людном городском перекрестке. Летняя ослепляемая солнцем Москва, накалясь асфальтами дворов, разбрасывая зайчики оконницами верхних помещений и дыша цветением туч и бульваров, вертится вокруг меня и кружит мне голову. Рядом Большой Толмачевский переулок. Дом номер 3 – это здание Государственной научно-педагогической библиотеки имени Ушинского. Напротив библиотеки установлен бюст Ивана Сергеевича Шмелеву. Не случайно. Он здесь, в Замоскворечье, родился, в особняке, где сейчас библиотека, учился. Там находилась 6-я мужская и московская гимназия. По этому поводу в Лете Господнем можно прочитать, как Ваня размышляет, что он будет носить кожаный пояс с медяшкой и картузик, на котором листочки будут серебряные, и шнурок на картузике будет белый и буковки МГ – Московская 6-я гимназия. Вернемся на Большую Ордынку. Это было на стоянке, душу ветром пробирала, На Ордынке, на полянке тихо музыкой играла. Это из стихотворения Юнны Морис. Вероятно, музыка доносилась из окон музыкального училища в доме номер 27. Сейчас это музыкальный колледж эстрадного и джазового искусства. Ну а мы направимся к одному из литературных мест на Большой Ордынке – Марфа Мариинской обители. Именно сюда, в монастырь, отправил свою героиню рассказы «Чистый понедельник» Иван Алексеевич Бунин. Он так описывает это место. Там во дворе чернили кареты. Видны были раскрыты двери небольшой освященной церкви. Из дверей горестно и умиленно неслось пение девичьего хора. Сейчас на этом месте все тот же храм, та же обитель, только восстановленный после советского времени. Эту историческую часть замоскворечья любили Сергей Есенин и Марина Цветаева, Константин Паустовский и Михаил Пришвин и многие другие наши прославленные поэты и писатели. На Большой Ордынке в доме номер 69, где сейчас филиал Академического Малого Театра, в 18 веке находился дом Настасии Григорьевны Радищевой, бабушки Александра Николаевича Радищева. Кстати, здесь и родился будущий автор путешествия из Петербурга в Москву. А вот Колумбовым замоскворечья называют писателя Александра Николаевича Островского. Он здесь родился, долгое время жил, и этот район стал символом патриархальной части Москвы. В доме номер 9 на Малой Ордынке сейчас располагается музей писателя. Островский называл себя коренным жителем Москвы. Из 47 пьес драматурга 46 написано при его жизни в Москве и сыграно на сцене Малого Театра, который по сей день называют Домом Островского. И не случайно московская тема стала главной в экспозиции Дома-музея. Здесь показана та социальная и общественная среда, в которой не только родился драматург, но и которая питала его творчество. Деревянная лестница ведет из синей на второй этаж, и тут как будто попадаешь в старую Москву. Картины и гравюры все того времени. Анфилада комнат уходит вперед, и у каждой комнаты своя экспозиционная тема. Эта комната посвящена сценической истории пьесы «Гроза». Здесь фотографии первых исполнителей главных ролей и эскизы декораций. Посетители вводят в мир за москворецкого жителя XIX века, неокрашенные бревна стен, стол с вышитой скатертью, кузатый медный самовар. Ломберный стол с зеленым сукном вводит нас в атмосферу дворянского клуба, с которым был хорошо знаком Островский. В нем он видел воплощение темной силы, и эту силу он потом изобразил в своей пьесе «Доходное место». В этот район поселит Островский и Мещанку Мавру Агуревну Козырную в своих ранних очерках, и героев пьесы «Шутники». И Миша Бальзаминов будет мечтать у Островского прокатиться в собственных дрожках по замоскворечью. Теперь район совсем другой, но старые дома хранят дух старины и берегут память. Как мне нравится по Пятницкой в машине проезжать, Восхищение увиденным не в силах я сдержать, Кораблями из минувшего плывут ее дома, Будто это и не улица, история сама. Бывает все на свете хорошо, в чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь. Если вас дождь застал врасплох, а зонтика с собой нет, то можно укрыться от осадков под крышей и попасть на настоящую дуэль. Правда, без жертв. Дуэль-то поэтическая. Этот вид, скажем так, состязаний известен очень давно. Еще античные философы иногда на пирах соревновались в мастерстве слова и экспромта. Однако позднее дуэли стали проходить не столь часто. И вот сегодня эта традиция возрождается. Молодые поэты имеют возможность под пристальным вниманием жюри и зрителей скрестить свои острые языки, продемонстрировав свой талант. И на одной из первых подобных дуэлей побывал наш корреспондент. Расскажем, как это было. Не все москвичи после работы спешат домой. В клубе «Завтра» на Сретенке в будний вечер собралось немало народа. По большей части это молодежь. Начинающие писатели, поэты, художники, актеры и просто творческие люди. Что ты, что ты, я не закрою шторы. Просто я очень сильно люблю яркий вечерний свет. Однако посетителей ждал не простой концерт, а самая настоящая поэтическая дуэль. Среди зрителей специальный гость. Российский актер театра и кино, художник и драматург Александр Лобанов. Хотя поэтический идеал для него все же Пушкин и парочка других именитых творцов. С творчеством участников дуэли он также оказался знаком. И этот конкурс поддержал. Как факт это здорово. Потому что это пропаганда литературы среди молодежи. Это здорово. Потому что сегодня мало кто читает. Мало читают, мало мыслят, мало высказываются, мало знают свой язык. Просто Александр Лобанов сейчас готовит лекцию по орфоэпии для актеров. Ведь художник на сцене – пример для подражания. Так было всегда, так это и сегодня. Поэтому актер не смог упустить шанс лишний раз выступить у микрофона с настоящей поэзией. Бой, быков! Бой! Бой! Прошивайте проходы головой сквозь плакаты, билеты, номера, бейра и балеты, бейра! Бой, быков! Бой! А в соседстве с оркестровой трубой, Поворачивая черный бок, Поворачивался черный бык. Он томился стена, я... Однако стихотворением Семена Кирсанова «Бой, быков» он только символически поприветствовал дуэлянтов. А участники – это резиденты культурного арт-проекта «Мужской голос». Кстати, в этом объединении уже 13 человек. Это поэты, музыканты, художники, фотографы, творящие в одном стиле и ради общей идеи. Результатом их усилий скоро станет издание книги. Итак, четверо участников. Алексей Шмелев, он пишет стихи лет 6 и уже лауреат Международной премии имени Есенина. Это интересно, это хороший опыт. Я считаю, что если поэт не асоциален, то есть есть просто такие поэты, которые из принципа не выходят к людям, то это хороший опыт, который нужно пройти. Иван Фефилов, автор сборника стихов, победитель нескольких крупных поэтических конкурсов. А в настоящем, как он сам говорит, открытое настишь сердце. Павел Быков пишет стихи лет 7. С детства говорил, что будет поэтом. И уже 20 лет он поэт. Павел говорит, что строчки сами стали появляться, а он их начал записывать. Хотя у него есть и творческие идеалы. Это Джим Моррисон, Леонид Губанов, Сергей Есенин и Александр Башлачев. Он старается сохранить при этом свой стиль. Обычно выступаешь сетом, читаешь несколько стихов, играешь несколько песен, уходишь со сцены. Сейчас, да, будет что-то новое. Ну, просто интересно попробовать, как оно, посоревноваться. Иван Куприянов пишет в манере высказывания от первого лица. Как правило, это любовная лирика, которая направлена напрямую на читателя. В прошлый раз, когда было открытие сезона, мне очень понравилась идея поэтической дуэли. Мне понравилась, какая атмосфера в зале, мне понравилось, как все это происходит. И, в принципе, идея соревнования поэтов, мне кажется, она здравая. Особенно, если люди пишут в совершенно разной манере. Мне кажется, что тогда можно понять реакцию аудитории, и это хорошо. Соревнования по всем правилам дуэли. У дуэлиантов есть по три выстрела. Три стихотворения, каждое из которых должно являться ответом на стихотворение противника. С помощью зрительских аплодисментов определяются два победителя, которые пройдут в следующий раунд. Карточный домик дурацких надежд, как до сих пор ты в ненасти не сломан. Ветер по центру пробил уже брешь. Тронет еще и надежда без дома. Зрители – это жюри конкурса. Всегда сложно определить лучшего. Тем более, когда за дуэлиантов болеют еще и секунданты. У них свое соревнование. Таковы условия борьбы. Секундант выбывшего дуэлианта может его спасти, если одержит победу в маленьком поэтическом состязании. Я здесь не должен как-то заранее себе придумать, за кого я болею. Я должен посмотреть, увидеть. И сегодняшнее судейство очень сложное, потому что как может быть объективным тяжело. Но, несмотря на симпатию ко всем участникам дуэли, зрителям пришлось определиться с выбором. В финальный раунд вышли два поэта – Алексей Шмелев и Иван Куприянов. Последнее испытание – поэтический экспромт. Из зала предложена строчка – поэт не должен быть голодным. Эти слова-дуэлианты в течение 15 минут должны развить полноценное поэтическое произведение. Поэт не должен быть голодным. Друзья, купите мне борща. Поэт не должен быть холодным. Мадам, вам лучше без плаща. Поэт ленив. Поэт безбожен. Ему нигде покоя нет. Поэт вообще ничего не должен. На то он, в общем, и поэт. Весна вошла, настало лето. Кругом арбузы и шашлыки. И только путь в живот поэта. А голова полна тоски. С помощью тайного голосования выбирается победитель. Им стал Алексей Шмелев. Новый признанный гений. Наглядность того, насколько современные люди дружат с поэзией. Это возможность какого-то духовного поиска. Но главное, что есть эта попытка. А как вот заставить обычных людей, большинство, вообще, хоть задуматься на секунду, остановиться, выключить телевизор. Ведь почему они смотрят телевизор? Это не дает им возможность задуматься. Они боятся своих мыслей. Вот он и залог успеха. Идти навстречу своей мысли и говорить красиво. Ведь все в искусстве делается для того, чтобы его ценность воспринималась здесь и сейчас, а не оставалась пища для теоретиков последующих поколений. А уж оценивать то или иное произведение лучше нам самим. Сегодня иностранцы вольны селиться в любом районе Москвы. Сегодня средства транспорта, коммуникационные технологии позволяют не задумываться о вопросах передвижения и общения. Многие знают иностранный язык, да и большое количество услуг можно получить по сети интернет. Раньше все было совсем не так. К примеру, со времен Василия Третьего иностранцы селились в специальных слободах, которые назывались немецкими. Причем не потому, что там жили говорящие на немецком люди. Просто тех, кто не разговаривал по-русски, называли немыми. Ведь они ничего не могли поведать. Отсюда и повелось немецкая слобода. Иностранцы следили за инфраструктурой своих поселений, заключали браки среди своих же. В общем, жили своей жизнью. К тому же в таких слободах жило множество иностранных ученых, деятелей культуры. Это привлекало сюда и русских писателей, торговцев, научных мужей. Возможно, именно поэтому с немецкой слободой также связана и русская литература. Немецкая слобода – это историческое название части северо-восточного округа Москвы. Здесь, в 15 веке, еще при царстве Ивана III, жили и работали немецкие мастера и ремесленники. В основном – оружейники и ювелири. Некоторые служили переводчиками и выполняли дипломатические поручения. Сейчас этот район находится рядом со станцией метро «Бауманская». А вот в русской литературе это место больше известно под названием «Разгуляй», благодаря знаменитому пятийному дому на старой басмане 38. Уже в 18 веке так назывался не только трактир, но и площадь в его округе. На «Разгуляй» жили Брюсы – потомки шотландских королей и крупные российские чиновники. Дочь московского генерал-губернатора Якова Александровича Брюса, выйдя замуж за графа Мусина Пушкина, известного библиофила и коллекционера, принесла ему в качестве приданного Брюса в дом. В конце 18 века здесь, на пересечении старой и новой басманных улиц, архитектор Матвей Казаков построил усадьбу для графа Мусина Пушкина. В 1812 году особняк пострадал при пожаре. Тогда сгорела вся его библиотека. И самое ценное, что в ней было – это уникальный список слова о полку Игореве. Во второй половине 19 века здесь размещалась вторая мужская гимназия. Сейчас в доме располагается Московский государственный строительный университет. В 20 веке разгуляя лишился почти всей исторической застройки. Но все же памятные места еще остались. В немецкой Слободе можно встретить деревянные постройки. Например, этот дом сейчас не реставрации. В нем в 20-е годы 19 века жил дядя великого русского поэта Василий Львович Пушкин. И у него часто в гостях бывал сам Александр Сергеевич. Кстати говоря, с Пушкиным в этом районе связано не одно место. Ранее считалось, что здесь, в несохранившемся деревянном доме на месте школы номер 353, и родился самый известный поэт России. Однако позже в селе Микроеведов было установлено, что родился Пушкин неподалеку, на Малой почтовой улице. Но абюст рядом со школой так и оставили. Пусть школьники не забывают гениев. Кстати, крестили юного поэта неподалеку, в Елаковском соборе. Здесь и табличка на этот счет должна быть. Это кафедральный собор Богоявления. Он не раз перестраивался. Когда он был еще деревянным, в 15 веке в приходе собора родился знаменитый юродивый Василий Блаженный. Позднее храм был заменен каменным. С именем Пушкина связано и другое место в немецкой Слободе. На Спартаковской улице находится известная городская библиотека в его честь. Она открылась 15 мая 1900 года к столетию со дня рождения поэта. И попечительницей читальной стала старшая дочь Пушкина Мария Александровна Гартунг. Мария Александровна принимала активное участие во всем, что было связано с ее отцом и памятью о нем. В 1880 году она присутствовала вместе с братьями и сестрой на открытии памятника Пушкину в Москве. Долгие годы она потом приходила к памятнику Пушкина на Тверской и часами сидела возле него. Поэт Николай Доризов посвятил ей строки. Во всей России знать лишь ей одной, ей, одинокой седенькой старухе, Как были ласковы и горячи порой, вот эти пушкинские бронзовые руки. Однако она известна не только тем, что связана родственными узами с великим поэтом. По воспоминаниям ее современников, Лев Николаевич Толстой писал Анну Каренина именно с Марией Александровной Гартунг. Причем первоначально его героиня даже носила фамилию Пушкина. На известном портрете Мария Александровна изображена с жемчужным ожерельем, Доставшимся ей от матери, и гирлянды анютиных глазок в волосах. В романе же автор так описывал Анну Каренину. Анна не была в лиловом. На голове у нее в черных волосах своих, без примеси, Была маленькая гирлянда анютиных глазок, И такая же на черной ленте поясы между белыми кружевами. Прическа ее была незаметна. Заметны были только, украшая ее, Эти своевольные короткие колечки курчавых волос, Всегда выбивающиеся на затылке и висках. Наточенной крепкой шее была нитка жемчугу. Так писатель на века запечатлел образ дочери первого русского поэта. Среди памятных домов Старой Басманной – Усадебный дом с полукруглой ротондой. Этот дом в стиле классицизма на Старой Басманной 23 Когда-то принадлежал декабристам Муравьевым апостолам. Наверное, именно как раз здесь проходили эти тайные декабристские собрания. Белокаменный цоколь, портик с коринфскими колоннами и барельефами на античные сюжеты – Все в классике 19 века. А рядом с домом декабристов в соседнем здании Тогда же часто бывал известный славянофил того времени Сергей Тимофеевич Аксаков, Автор знаменитой сказки «Аленький цветочек». Он был директором Константиновского межевого института, Который располагался на месте современного Московского государственного университета инженерной экологии. Выйдя со старой басманы на новую, можно также найти много интересных литературных мест. Например, в этом доме жил Николай Михайлович Карамзин, Автор «Бедной лизы» и многотомного труда «История государства российского». В районе басманных улиц в начале 19 века жили многие известные писатели. Петр Яковлевич Чадаев, Константин Николаевич Батюшков, Виссарен Григорьевич Белинский. С одним из жилых особняков на новые басманы связана не литературная, но просто интересная история. Дом принадлежал московскому купцу второй гильдии Сергею Михайловичу Варенцову. Он был известен в Купеческих кругах благодаря одному драматическому эпизоду. Варенцов был влюблен в дочку Псары Мникова, но родители предпочли отдать ее замуж за более состоятельного человека, который был старше ее на 13 лет. Убитый горем Сергей Михайлович поделился своими переживаниями со своим приятелем, художником Василием Пукеревым, и тот запечатлял сюжет в известном нам картине «Неравный брак». Художник изобразил на картине сцену венчания, и Сергей Михайлович здесь в роли шайфера. И, конечно, известный сад имени Бауна можно считать памятным литературным местом. Хоть он разбит на территории немецкой слободы в начале 20 века, именно на его территории раньше находилось множество усадеб, где еще до пожара 1812 года жило множество известных российских литераторов и общественных деятелей. В этих краях бывали Гоголь, Тургенев, Герцен и Достоевский. Сейчас здесь парк, в котором можно прогуляться или отдохнуть на природе. Москва хранит множество литературных историй, о которых можно узнать, гуляя по столице. И этому можно посвятить не один день, ведь это здорово – знать что-то о городе, в котором живешь. Сегодня очень модно рассказывать о каждом своем шаге. Прогуливаясь по Москве, любое сиюминутное впечатление и чувство может моментально влететь в интернет. Наш редактор тоже заядлый блогер, так что не удивлюсь, что часть сюжетов программы уже перекочевала в интернет. Вот даже интересно, как выглядел бы блог Радищева или того же Гелировского. Впрочем, думаю, другим было бы и только оформление, а не содержание. Хотя любопытно было бы почитать комментарии современников. Но это только фантазии. А сегодня блоги являются одним из самых популярных интернет-ресурсов. Современные технологии позволяют, в общем-то, рассказать всему миру о каждом своем шаге. Кто-то сделает это в формате короткой записи в Твиттере, а кто-то предпочитает объемные статьи в живом журнале. Для кого-то это хобби, а кто-то действительно позиционирует свой виртуальный дневник, как записки путешественника. Поэтому на поиски человека, который старается достаточно профессионально рассказывать о своих поездках, мы сейчас и отправимся. Иван Дементьевский сегодня уже имеет большой опыт путешествий. За плечами просторы России и Непал. Поэтому планирование каждой новой поездки позволяет уже заранее определить стиль будущих путевых заметок. Мне понравился формат жоу-журнала. Сначала я просто публиковал фотографии. И постепенно стал появляться текст, то есть какие-то истории, общение. И вот потихоньку мой журнал из просто там каких-то наборов каких-то фотографий, он превратился уже в какой-то тревел-блог. Блог — это веб-сайт, основное содержимое которого — регулярно добавляемые записи или посты, содержащие текст, изображение или мультимедиа. Слово «блог» происходит от соединения части слова «веб» и слова «лог». Первым блогом считается страница Тима Бернерса Ли, где он, начиная с 1992 года, публиковал новости. А сам термин «блог» ввел в конце 90-х Петр Мирхольц. С тех пор появилось множество площадок, где пользователи рассказывают обо всем, в том числе и о путешествиях. Я стараюсь сделать какие-то заметки во время путешествия. Интернета, как правило, нету. И потом уже вот прям по горячим следам, если есть электричество, если какая-то есть возможность где-то все это записать, я пишу. Потом уже вот в Москве стараюсь побыстрее это все опубликовать. Главное отличие современных блогов от путевых заметок — это возможность опубликовать запись, что называется, по горячим следам. Иногда это можно сделать, не отходя от палатки. А порой необходимо приехать в город и тут же получить комментарий пользователя с другого конца света. Сейчас вот такой момент, мне кажется, когда блогеры могут повлиять на заказчика и рассказать, как лучше сделать историю. Вот, допустим, недавно меня отправляли на Тенерифе, это был обычный пресс-тур. И я просто рассказывал потом устроителям этого пресс-тура, что можно было сделать лучше, как и лучше. И мы договорились о том, что, может быть, в следующем году мы сделаем прям совсем другой трип. И это будет уже не просто пресс-тур, это будет конкретно поставленная задача, будет прописан маршрут, прописаны какие-то нюансы, как мы будем снимать, что мы будем снимать. То есть такой эксклюзивный тур, который позволит, например, тот же Тенериф раскрыть с другой совершенно страны. Как и печатные журналы, блоги о путешествиях собирают определенный круг жителей благосферы, которых объединяет любовь к открытиям и новым впечатлениям. Если до изобретения фотографии путевые заметки были основаны на рассказе путешественника, то сегодня все посты сопровождаются красочным медиа-контентом. Безусловно, и фотографии, и текст пишутся не для себя, а для читателей. Если человек хочет, блогер хочет, чтобы его блог развивался, он получал какой-то отклик и мог как-то себя поднять на более высокий уровень, естественно, очень важно, чтобы был отклик читателей. Но, опять же, вот интересная ситуация с блогами, то есть формируется какой-то свой поток читателей, которые настраиваются на данного писателя, блогера. Допустим, у меня достаточно много путешествий в трудноудаленные места, с каким-то определенным количеством экстрима, и меня читает достаточно много путешественников. То есть это не обычные туристы, которые ездят в Анталию или Египет, а люди, которые тоже берут рюкзак, берут штатив, снимают где-то там в каких-то сложных условиях. Сегодня ведение блога о путешествиях можно смело назвать профессиональной деятельностью. Когда одни люди отдыхают, другие работают, чтобы рассказать о наиболее интересных местах на нашей планете. Да рассказать так, чтобы другим на месте не сиделось. Так много планов, так много поездок, что, если честно, прям вот нет какой-то такой мечты, вот чтобы вот прям она горела, как звезда, и я там стремился посетить какую-то страну. То есть сейчас настолько плотный график, что иногда я думаю, как здорово в Москве отдохнуть несколько дней. Поэтому, отправляясь в поездку, смело берите с собой компьютер или фотоаппарат и рассказывайте о своих подвигах, ищите новых друзей и единомышленников. Ведь как интересно увидеть красоты мира не в виртуальной реальности, а воочию. Ну и, конечно же, поведать о них, чтобы другим тоже захотелось собрать рюкзак и отправиться навстречу приключениям. Ну вот на сегодня все. Но помните, что встречу с улицами Москвы, как и с нашей программой, откладывать не стоит. И ровно через неделю мы вам вновь расскажем о событиях и людях, новинках и классике. Место встречи – телеканал «Просвещение». Встретимся и полистаем. Место встречи – телеканал «Просвещение». Место встречи – телеканал «Просвещение».